Всем привет, друзья! Сегодняшнее видео я начинаю в очень интересном месте, но речь сегодня пойдет о движении. Каким образом наше движение и наше мышление взаимосвязаны. Сам я являюсь тренером с большим практическим опытом. Преподаю непрерывно с 2004 года. Самое главное, что я пропустил различные дисциплины, связанные с движением через себя, и могу делать более обобщающие выводы. Я преподавал рукопашный бой, преподавал танцы, преподавал гимнастику, преподавал акробатику, преподавал фехтование. Как видите, арсенал достаточно большой. Но ключевое, что я заметил и что ценно лично для меня, что когда человек начинает развивать свое движение, когда он начинает двигаться красиво, он начинает и мыслить по-другому. Есть определенная прямая взаимосвязь. Это целостное движение. Когда человек из отдельных фрагментов движение собирает в единое целостное, тогда он и двигается красиво, и на самом деле его способ мышления тоже меняется. Он начинает мыслить более объемно, более связно, более точно. И посредством движения можно оказывать влияние на свое развитие. На развитие в том числе и мышления, и самое главное, еще и своего состояния. Потому что целостное движение и качественное состояние тоже тесным образом друг с другом связаны. Наблюдая за разными людьми, я обнаружил, что когда человек телом очень скован, жесток, двигается прямолинейно, очень грубо, то и мыслит он тоже таким же образом. Он ограничен в своих мышлениях, он очень категоричен, очень резок. И как правило, если он сталкивается с какой-то проблемой, он находится в ограниченных рамках. Он не может из этого выйти. В противовес этому, наоборот, когда человек пластичен, гибок, подвижен, то он и мыслит более гибко, более объемно, более пластично. И в случае, если человек податливый, целостный, гармонично двигается, в случае, если он сталкивается с какой-то проблемой, то ему проще выйти за рамки. Ведь мы знаем, что, чтобы решить проблему, часто бывает, нужно выйти за рамки привычного видения картины мира. Если вы находитесь внутри проблемы, вы ее не решите. Чтобы решить проблему, нужно выйти за эти рамки, нужно расширить свое поле восприятия, нужно чуть-чуть по-другому посмотреть на мир. А в этом видео я хочу поделиться с вами одной практикой и предлагаю сделать вам эксперимент. В чем он будет выражаться? Я рекомендую начать делать это упражнение, которое будет дальше в видео, поэтому смотрите до конца. Начать его делать именно в состоянии, когда вы находитесь не в равновесии, когда вам плохо, когда у вас настроение, мягко говоря, не айс, когда вы чем-то раздражены. И с помощью этого упражнения, хотя упражнение может быть и другим, важен подход, да, я здесь больше про подход. С помощью движения вы измените, и я вместе с вами. Мы изменим и мышление, и состояние. Давайте попробуем. Для упражнения нам понадобится простая палка, и суть самого упражнения относительно несложная. Но главное не упражнение, а главное тот подход, с которым вы его выполняете. Как я уже сказал, лучше провести эксперимент в состоянии, когда вы немножко не в равновесии, потому что палка даст вам сразу же обратную связь. В чем суть? Задача прокрутить палку правой рукой, левой рукой прокрутить в одну сторону, прокрутить в другую сторону. В одну сторону, в другую сторону. Наоборот, наоборот. В чем фишка? Фишка данного упражнения в том, что если вы напряжены, если вы делаете это жесткими руками, жестким телом, палка может упасть у вас из рук, отрикошетить и даже больно по вам ударить. В данном случае у вас появится возможность обвинить палку, накричать на нее, наругать. Но вы понимаете, что дело-то не в палке, дело в вас. И по мере практики, а поверьте, если вы попрактикуете данное упражнение хотя бы 10-15 минут, у вас уже начнет получаться. Вы обратите внимание на то, что ваше состояние тоже изменилось. Чем более расслаблено вы делаете, чем больше тело вы вовлекаете в это движение. Если мы делаем от стоп, мы как бы вес переносим от одной стопы до другой. И наоборот, от одной стопы до другой. И в другую сторону то же самое. Раз, раз. Руки расслаблены, тело расслаблено. Ваше состояние тоже становится более естественным и более расслабленным. Вот таким образом с помощью относительно несложной практики можно пронаблюдать, насколько наше движение и мышление и состояние тесно взаимосвязаны. Больше хочу сказать, если вы будете практиковать регулярно, то качество будет меняться. Меняться в лучшую сторону. И такая подсказка. Учитесь двигаться из центра. Чем более целостно вы двигаетесь, тем большего эффекта вы достигнете от любого упражнения. Это не просто крутилки, да, здесь можно на самом деле много других упражнений поделать. Но подсказка будет в том, что используйте правую-левую руку, учитесь делать движение симметрично и учитесь делать движение из центра. Это окажет максимально эффективное влияние на изменение вашего состояния. Друзья, надеюсь, видео вам понравилось, оказалось для вас полезным. И нам с самураем будет очень обидно, если вы не оставите после этого под ним комментарий, не поставите лайк. Да, какая у нее солидная палка. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, впереди будут интересные выпуски. Ну а на сегодня все. Всем пока, увидимся в следующих сериях. Это маленькая Япония. На самом деле я нахожусь в Москве. Этот парк расположен в Химках, в Куркино. Его построили примерно год назад, и оно очень такое фактурное, интересное, красивое. Субтитры создавал DimaTorzok